Всем привет, друзья! Наш поход сегодня начинается с вот таких вот прекрасных грибов. Смотрите, это опята. Опята летние, по-нашему, можно сказать, либо социальные, ссыхающиеся, их еще называют по-научному. Сейчас я вам покажу, чем они отличаются от обычных опят. Ломкие очень сильно сейчас. Вот смотрите, у них нет юбочек, ножка у них к основанию затемненная. Они очень похожи как раз на калибре, верите ногу, но их отличие в том, что у них ножки ровные достаточно. И по центру, вот сейчас покажу поближе, всегда у них будет вот такое затемнение, видите, такие крапинки, как у опят обычных. Цвет у них колеблется от бежевого-золотистого до коричневого, в зависимости от возраста. Эти опята можно брать, можно отварить, пожарить, можно замариновать, в общем, все что угодно, как с обычными опятами. Их в лесу очень много, потому что грибники в основном их не берут, потому что боятся брать опята без юбочек. Но у нас есть такие опята без юбочек, как социальные и зимние, то есть фламмулина. Это два вида опят, которые именно без юбочек можно их есть, съедобный вид. Так что берем, видите, так получается семейка, дорожка. И вот сюда вот идет семейка. Какую полянку Люда нашла Цезарь, смотрите. Сколько штук? Четыре, да? Раз, два, три, четыре штучки. Кольцами прям. И все такие классные, сухие, хорошие. В свой первый день отпуска я решила отправиться, конечно же, не на моря, а куда я могу еще ехать. Я могу с утра пораньше только встать и поехать в лес. Начался мой сезон, мой грибной отпуск. И поэтому грибные видео будут еще чаще выходить. Утро началось сегодня рано. С грибов, можно сказать. Пока иду в лес. По дороге уже неплохо так нашла. Вот такое вот доброе утро у меня сегодня. Замечательное, чистое, грибное. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше исследовать местные леса после дождя. Яичный гриб уже отходит, белого почти не видно. Печеночный в разгаре, опята летние, социальные наши. Маховики, дубовики и так далее. Ну что, с нами сегодня соседствует успех, который идет рядышком. Грибной успех. Идем. Ничего себе, император пурпурно-розовый. Император, да. Надо посмотреть, разрезать его. Попробую, может, мышки. Ой, в корзиночке уже, смотрю, неплохо. Я пяток нашла немножко. Да. Здорово. Нет. Он нас не дождался. Плохой, да, дырявый? Дырявый. 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 Но ничего, сейчас найдем, значит, что-то найдем. Под кустом спрятался у нас маховичок. Смотрите, какой шикарный. Вот он. Посмотрим сейчас его на червилость. Отличный. Отличный и чистый. Маховик зеленый. Так, берем корзинку, идем дальше. Тут у нас что-то стоит, смотрите. Так. Здесь у нас такие же маховички. Ой, этот прям... Ну, можно, конечно, было бы и обрезать, и взять, но я оставлю его, пусть размножается. И, ребята, смотрите сюда. Сейчас прорезу вместе с вами. Здесь у нас стоят раз. Маховичок зеленый. Тоже, может быть, плохой уже. Ну да, плохой. Потом идем сюда, здесь тоже. Маховичок. О, смотрите. Здесь за деревом спрятался еще один. Немножко уже сожраны. Этот ничего, этот... Ну, там, в принципе, тоже ничего. Здесь у нас под палочкой. Попробуем его достать. Класс. И тут же рядышком, смотрите, императоры. Один, второй. Возвращаюсь. Там поплавок шафрановый увидела, тоже съедобный гриб. А тут третий. Вот он, какой красивый. Сейчас я их сфотографирую и буду снимать. Ух, какие крепкие. Класс. Выкрутим его сейчас. Чистый, массивный император пурпурно-розовый. Сатанинский. Да, такой в руку не уладит. Сатанинский? Да. Где, здесь? Чистый. Первый раз ездили на... Кладем в корзину и идем выкручивать вот эти грибы. Тоже классные. Но мне кажется, их немножко сожрали. Сросшиеся, что ли. Нет, они так выросли. Вроде чистые на вид. Да, чистый. Один. И этот тоже будет чистый наверняка. Да? Два чистых гриба. Притопчем. Пусть еще вырастут потом. Мы первый яичный гриб на сегодня. А земля тут мокрая, кстати. Красавчик. Да. Слизень, что-то неплохой. Хороший. Пахнет хорошо. Слизень его покушал немножко, но ничего. Он не червивый, не дырявый. Нормальный. Яркий такой. Чуть подпекся. Ну что, чистый ты или нет? Червивый. Разбросаем его. Пусть вырастут еще грибы. Видите, здесь один тоже. Прям в ландышах. Обычно в ландышах ничего не растет, а тут есть. Тоже червивый что ли? Ага. Видите? Дырявая шляпка. Ребят, смотрите, какой лес. Наишикарнейший. Сыроежек растет. Ступить негде. Розовые сегодня в основном. Розовенькие, красненькие. Вот сейчас иду, смотрите, раз пенечек, а тут опятки лезут. Ящерка побежала. А тут опятушки. Посмотрим на их состояние сейчас. Светка тут. Светкой вместе. Сейчас светку уберу. Но они, наверное, плохие. Они дождь перестояли. Сейчас посмотрим. Если белая ножка, возьмем. А, ну, ножка хорошая. Хорошая ножка. Можно, в принципе, взять. Неплохие. Так вот, лес, смотрите, какой. Шикарный. Бродить одно удовольствие. И посидеть можно. Ну, далековато, конечно, уже от дороги отошли. Километра четыре, наверное, может пять. Но все равно прекрасно. И грибы растут. Грибы попадаются белые, кстати. Но уже старые. Чуть-чуть бы раньше сюда, до дождя бы попасть. Было бы здорово. Насобирали бы хорошо. Такой хорошенький. Кто ты у нас? Хорошенький, да хорошенький, да червивенький. Ну так, козлик. Пошла я вообще вон туда. Сейчас покажу ему. Видите? По-моему, яичный, да? Да? Вот он. Ага. Хорошенький. Мои любимые помидорки. Какая кучка. Кучаща. Ого. Припоздали мы на них. Припоздали. Да. Еще кучка хорошеньких опяток. Гвоздички прям чистые, классные. Супер. Два бомбических рейши, смотрите. Ух. Чистейшие, да, классные. Свежие, прям мягкие. Один какой огромный. Вау. Вообще нет слов. Ни пластинки, ни подушки. Да. Дубовые. Тоже. Лесная красота. Класс. А Вова, да. Он тихо срезает, чтобы никто не слышал, что у него там есть грибы. Так, что-то у нас... Да, от счастья. А их надо тихо срезать, чтобы никто не слышал. Под березовик. Кладем в корзиночек мою. Ничего себе. А он и должен быть сухой. А-а-а. Вот это... Маховичок. Ха-ха-ха. Вот это да. Ничего себе. Да чистый какой. Правда, лакированный. Ой, класс. Трутовик лакированный. Рейши. Спрятался под этим... Под листвой. Яичные. Ну, шикарные. Класс. Поворачивайся. Здесь вот такой вот пирожок. Маховик. Зеленый. Чистый. Тоже корзинка почти полная уже. И что тут у нас? Ой, класс. Молоденькие. Берем? Берем. Да. Их можно прям так, семейку доставать руками. Ага, я что-то хочу сейчас. Благодарите. Да, спасибо лесу. Спасибо, дедушка. Ой, какая классная семейка. Ой, класс. Берем. Ходим, режем маховики по лесу. Иду такая, иду, смотрю, под листвой. Кто-то спрятался. Кто-то у нас? Такой тяжелый. Хо-хо-хо-хо. Там не один, а два. Вот это да. Вот это класс. Видите, сразу синеет. Только взяла в руки. Император. Пурпурно-розовый. Тут еще один. Еще срезать, чем достать, наверное. Ух ты. Там еще, походу, будет. Грибницу не буду нарушать. Вот этот обрежем. Заберем. Ну, вот это класс. Ой, супер. Попробую его обрезать. Немножко червивый. Не, ничего. Такой нормальный. Какой, смотрите, настоящий. Грибыш. Что это у нас за гриб? Выкрутим его сейчас. А нога какая длинная, упругая. Ух ты. Настоящий подберезовик. Класс. Чистейший. И пахнет так. А бабок, лекцинум. Как можно его еще назвать? Чистяк. Ух, какая находка. Класс. Вот это грибок. Кажись, белый. И вроде так стучит хорошо. Но сейчас мы его выкрутим и попробуем. Какой он? О. Ну, такой и ножка прям твердая у него, не полая. Попробуем порезать его, посмотреть. Ну, не-а. Червленый такой. Офигенный. Офигенный. Но все равно, мне кажется, его можно обрезать. О-о-ой. Немножко дырявый, но хороший. Не буду дальше резать. Чистый, чистый. Шляпка должна быть тоже хорошая. Мне кажется, как на польский похож, смотрите. Ты знаешь, такой вот прямо. Как поляк коричневый. А может, это бронзовый. Просто взрослый такой. Наверное, это белый-бронзовый, скорее всего. А этот все, этот сдох. А этот все, да. А этот прям... Ух, ух, ух. Класс. Сходили один раз в лес. Опята. Тут у нас ассорти в этой корзинке полная, набитая. Всякие разные. Тут у нас рейши. В ящичке. Здесь тоже ассорти. Смотрите, какое красивое. Всякие разные. И вот какая большая корзиночка вышла. высокая, большая, тоже вся полная. В общем, мы довольны результатом. Сейчас перекусим и еще раз сходим. Субтитры создавал DimaTorzok Делаем вторую петельку по лесу. Вот уже в корзиночке моей маховичков один император. В лесу же достаточно жарко. Комарики, мошки. Сейчас попробуем еще по корзиночке взять. И будем потихонечку уже собираться. Но сегодня лес к нам благосклонен достаточно. Поэтому ищем. Императорский? Да. О, какой хорошенький. Большой такой прям. А это под березой, да? Класс. А там еще что-то по-видимому. А там, я смотрела, там были погибшие. Да? Погибшие там один, да. Ну вот, смотрите. Идем только в первую сторону. Туда. Уже у меня пол корзинки. И вот косим, косим, товарищи. Смотрите. Кто это у нас тут? Император. Пурпурно-розовый балет. Один. И вот рядышком совсем. Тоже молоденький такой. Еще один. Крепыш. Вот такая прелесть. Совсем малыши. И они чистые. Они классные. Там у меня один, я большой нашла. Видите? Огромный такой. Чистый. И второй сейчас туда же. Вот. Классный. Тоже туда ямки покроем. В зарослях напали на маховичковые плантации. Вот пока сижу. Один режу. Второй подмечаю. Класс. Уже вот почти по корзиночке взяли. Они не кончаются. Уже ставим корзинки. Ходим, режем. И все. Вон их много тут. В зарослях таких. Люда уже накосила тоже. Говорит. Спину не разгибает. Вот. Один пока срезаю. Второй присматриваю. Вот. Видите, какие они? Чистые, классные. Обалденные. Ну, вот этот плохой. Хотя внутри чистый. Ну, мы его посадим для размножения. Очень много их. Вот. Видела. Она зато не стоит. Ну, что. Посмотри. Оу. Шикардос. Класс. Аж спина болит. Аж спина болит. Валуев полный лес. Смотрите. И все видно. Это все валуи. И там тоже. И тут лес сухой. Но валуев полно. Ну, после дождика. Все. Повылазили. Самая большая на сегодняшний день печеночка. Смотрите, какая. Вау. Давай вот так вот не сильно обрежем ее. Офигеть. Ой, ну все. И печенка. И такой разносол вообще. Смотрите, чистейшая. Тяжелая такая. Прям грамм на 500 сразу. Кровоточит. Как хорошо. Ура. Да, сегодня у нас вообще лес порадовал. Смотрите, вот идем потихоньку назад. Свою корзиночку-то я набила уже. Здесь в пакете у меня. Там опята у меня. Опята хорошенькие. Там какие, как гвоздички. Классные. Вот сейчас по дороге нашла рейши еще один. Классный. Кладу его сразу в пакет. Не буду даже очищать. И вон пока иду. Вон там у Людмилы тоже пол. Полная уже корзинка. Вон там вот где-то еще вон стоит в травке. Маховичок, по-моему, да? Справа. Вот это? Ага, нет? Волой? Вот я еще сейчас парочку нашла здесь. Хорошеньких маховичков. В общем, движемся назад. И печенка какая крупная попадалась. В общем, все сегодня. Все разнообразие. Даже дубовички. А дубовички все идеальные. Представляете, чистые. Вообще без единой червоточинки. Смотрите, не видно. Фокус не дает. Ну, в общем, частяк. Вообще класс. Я в восторге. Эмоции зажгаливают сегодня просто. Наш Кубанский лес самый щедрый. Самый разнообразный. Обожаю. Обожаю здесь лазить. Супер. Яичных, правда, уже не встречается. Как в начале дня. А сказать лесу горшочек не вари, тоже как-то язык не поворачивается. Поэтому пока идем назад. Назад еще далековато идти. Мы далеко зашли. Вот смотрите, сколько грибов. Это все валуевые плантации. Представляете? Все валуи. Мы валуи не берем. Из-за того, что и так много хороших грибов. Слушай, я иду и боюсь наступить на эти, на валуи. Ха, язык целый. Как бы чей-язык. Это не теща печенька. Ну, теща язык, да, называешь? Да, поэтому и название такое. В общем, нас выгнал из леса дождь. Не дал нам доснимать. Бежали голопом до машины. Корзинки понакрывали пакетом. Набрали по полнейшей корзинке. Еще и в пакетиках взяли. Уже не получится снять все, что вышло. Сейчас покажу. Вот пакет. Полная корзина. Еще одна корзина. Там пакет с опятами. Тут тоже опята. Тут пакет рейши. Так, тут у нас что? Тут у нас лесные сливы, ящик. Здесь сыроежки. А здесь тоже хорошие грибы. В общем, мы в восторге. Спасибо деду лесу. Спасибо деду лесу и лесовичку. И вообще лесу низкий поклон за такие уловы сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.